всем привет это тебя как зовут сейчас мы спросим и несколько вопросов он нам ответит я надеюсь честно поехали сколько тебе лет дай-ка подумать или это секрет да да лучше не говорит посмотри на мой голову седая белая да по сравнению с моей головой одинаково ты знаешь такую страну называется беларусь беларусь да я знаю да я слышал беларусь раньше была страной вместе с россией мы с россией вообще-то друзья а что ты знаешь про россию я про россию знаю много потому что давно мы уже с россией дружим хорошие друзья и про беларусь то я тоже наслышал что очень хорошая страна надо а ты не ездил да не в россии не беларусь не ездил но вообще-то ты как бы хотел бы до поехать если была возможность были бы деньги то да 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 я бы очень хотел поехать в россию и в беларусь тоже а чтобы ты там посмотрел девушек на вообще да я как-то видел беларусь и какой-то город я правда не помню как он называется но мне очень понравился сфора структура и действительно так очень красиво но если ты видел этот город и он тебе понравился то я могу сказать что все остальные города беларусь они принципе идентичные и они тебе тоже должна понравиться следующий раз если будет возможность я обязательно поеду и мы там вместе отдохнем да ты же для меня купишь билет конечно кафе льго а ты мол скажи мне а вы китайцы раз в год отдыхаете раз в году когда у вас китайский новогодний или возможно еще есть время когда вы можете отдохнуть но мы отдыхаем по-разному допустим госработники они отдыхают чуть меньше чем мы которые работаем на скажем так индивидуальных на индивидуальных предпринимателей на около 20 больше 20 дней мы отдыхаем но я слышал что в китае если человек работает 5 10 лет он имеет право раз в год взять отпуск и опять же до 10 там дней это правда да есть такое дело но везде по разу вот допустим есть компании в которых это предусмотренный человек если захочет отдохнуть взять свой счет 5 10 дней но есть компании где такого не предусмотрено поэтому везде по-разному скажи а ты ездил вообще в другие страны нет и ездил никуда не ездил да все время здесь китае то у меня и паспорта загранного ты нет но как бы сделать загранпаспорт вам же не сложно или сложно нет нет ни слова буквально несколько дней он будет готов сейчас я хочу тебя спросить только ответьте пожалуйста правду и ничто кроме правды вы китайцы вообще как бы любите не любите иностранцев как к ним относитесь то или вы как бы нейтрально вообще относитесь к ним нет мы очень любим иностранцев и всегда рады приветствовать их здесь в китае мы не любим смотреть что было раньше ну вот если допустим взять тебя раньше возможно у нас были натянуты отношения ссср но время прошло и мы же вот с тобой дружим то правильно вот у нас хорошие отношения вот почему вы мне так не относиться с человек хороший иностранец также к нему мы вообще китайцы очень гостеприимный народ я думаю что ты уже об этом слышал ты же вот если приедешь допустим в какой-то городишко небольшой да вот глухую деревню там же люди многое не имеет но они всегда тебе примут и отдадут последнее тебе и накормят и напоят и спать уложат еще в китае очень безопасно так слышал об этом да 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 слышал слышал вечером спокойно выйти погулять да я допустим вообще у себя дома когда мы находимся и ложимся спать я не закрываю дверь я не боюсь да да я еще вижу на улице очень много оставляют электронных скутер и никто ничего не крадет не ломает поэтому приезжайте в китай спокойно не бойтесь потому что здесь самая безопасная страна которая вообще наверное может быть ну правда я вечером выхожу на улицу гуляя спокойно они выставляют все мотоциклы они даже дверь не закрывают нам вот джунгу и говорит что у него дома он не закрывает ключ на замок то есть спокойно ночует здесь очень хорошо этом слушает джунгу я вообще почему такая у вас безопасность почему вот все так спокойно на улице мне кажется у вас законы такие что люди просто боятся где-то на улице кого-то там ударить или сделать какие-то плохие действия но это у нас уже давно пошло потому что у нас много здесь везде камер и если кто-то что-то плохое сделать его просто напросто вычисляет буквально сразу же и раньше были воры которые карманники которые крали деньги но сейчас технологии пошли вперед и сейчас просто люди не носят с собой наличку у них все на телефоне все на карточки они могут оплачивать с телефона посмотри у меня вот на телефоне тоже есть программки которую я могу оплатить еду послать человеку и мне не надо наличка раньше видишь что в карманы лозили деньги а сейчас не надо все в телефоне привязываешь банковскую карточку и все что можно делать через бичат и другие программы ты вообще можешь как-то говорить по-русски какие-то слова может знаешь может быть какие-то слова знаешь по-русски я не знаю раньше помучил а я забыл привет 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 слушай джинго у меня такой вопрос если бы ты вот представь что ты молод и поехал бы в россии учиться знаю ну там к примеру москву или в другой город но вот ты там учишься и тебе в принципе все нравится девушки нравится ты бы остался там жить навсегда то есть поменял бы страну жить то есть поменял бы гражданство или все-таки ты думаешь что это было бы тяжело то что ты китайца там шутки о стране ну если бы мне было 30 лет я бы с удовольствием поехал бы российских городов даже в твою страну бы может быть поехал в беларусь как бы сказать то есть но я бы поехал бы поучиться в этом да по быть некоторое время но жить там я наверное не смогу потому что там но очень холодно как ты думаешь твое мнение какие девушки лучше китаянки или все-таки иностранка это очень тяжелый вопрос потому что ну в каждой стране в каждом месте люди разные их привычки тоже разные вот примеру если взять иностранных у них же он фигура красивая нос такой ролики красивенький длинненький китаянки у них как лицо плоская широкий но это как бы да но это вы так думаете у нас допустим есть в нашей стране любители и азиатских девушек поэтому я бы конечно съездил смотри вот если бы тебе было 30 лет ты вообще женился бы на иностранке можно и там и там же то есть без разницы еще такой вопрос а почему вы так любите кушать острые острые блюда а ну это вообще пошло из давних времен но мы в основном конечно же кушаем острые потому что после него становится жарко вот ты же делал острые да и тебе становилось жарко и соответственно все спортом выходит вся гадость зараза и тебе становится теплее если на улице холодно тебе уже тепло и вся гадость уходит вместе с водом поэтому вот так вот мы привыкли кушать острые да ну и ну мы давай будем заканчивать я попрошу тебе сказать шанхайский мажор подписывайтесь подписывайте ставьте лайки ставьте лайки bullorn Mod подписывайтесь Ook Всем спасибо за просмотр пока 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 ㅎㅎ